Известное место отдыха испанских интеллектуалов и людей искусства кафе Хихон оказалось перед угрозой закрытия. Это заведение впервые открылось 124 года назад в 1888. Но сегодня оно может потерять свою террасу под открытым небом и в результате большую часть дохода. А это может повлечь за собой увольнение персонала, включающего 44 сотрудника и даже закрытие самого кафе. «Проблема, которая возникла, заключается в том, что если управляющий состав потеряет террасу, которая обеспечивает деньги на зарплату персоналу и поддержание кафе, поскольку большая часть дохода идёт снаружи, а не изнутри, то я боюсь, что им придётся продать заведение». Официант, проработавший в кафе почти 40 лет, говорит, что боится не только за своих коллег, но и за то, что 124-летняя история заведения канет в лету после закрытия. «Будет очень жаль. Это будет то же самое, что потерять рынок Элерастро, музей Прадо или любое другое место, которое является неотъемлемой частью Мадрида». По данным муниципалитета Мадрида, каждые 10 лет участок земли, где расположена терраса, а также ближележащий киоск, выставляются на аукцион. Право арендовать это место получает тот, кто предложит самую высокую цену. Однако, будет ли предоставлено это право кафе «Хихон», пока неизвестно. Между тем, официанты боятся, что если их уволят, то найти новую работу будет сложно. В Испании зафиксирован самый высокий уровень безработицы среди стран еврозоны. Он достигает 22%. «Без сомнения, я волнуюсь. До этого я был безработным. Сейчас у меня есть работа, и я счастлив. Однако перед нами эта проблема, и я не знаю, можно ли её разрешить. Всё может закончиться тем, что я опять останусь без работы». В этом кафе любили проводить время многие известные люди. Среди них испанский поэт Федерико Гарсиа Лорко, нобелевский лауреат Камило Хосе Селло и писатель Пио Бароха. 95-летний писатель и художник Антонио Гранадас Вальдес бывал в этом кафе ещё студентом. Сегодня он посещает Хихон каждый день. Сидит только за своим любимым столиком. «Те, кто не имеет отношения к искусству и культуре и принимает решение только на основании дохода, ведь они получат немалый доход от террасы, я думаю, поступают отвратительно. Это атака на кафе». Пока городские власти решают, оставить ли террасу кафе. Официанты продолжают приносить заказы клиентам, а посетителей кафе вести дискуссии об искусстве и литературе.